Я приветствую наших ценных зрителей. Вести утро Карачаево-Черкесия продолжает вещание. В 2024 году в Карачаево-Черкесии планируют увеличить посевы сахарной свеклы на 4%. Аграрии республики приступили к посадке сахарного корнеплода. Первыми посеяли в Ногайском районе. Производством сахарной свеклы в регионе занимаются 15 хозяйств на территории 5 районов. В рамках региональной целевой программы Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесии на поддержку свеклосеющих хозяйств в 2024 году выделено 25 миллионов рублей. С начала года отделение Социального фонда России по Карачаево-Черкесии назначило единое пособие родителям более 31 тысячи детей. В год семи эта работа приобрела первоочередное значение. Единое пособие, которое с 2023 года заменило собой ряд ранее существовавших детских выплат, стало весомой помощью для нуждающихся семей. Претендовать на единое пособие могут родители, которые являются гражданами России и постоянно проживают в нашей стране. Чтобы средства получали те, кто в них действительно нуждается, При оформлении пособия применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия. Единое пособие назначается на 12 месяцев. Житель аула Гирюльдюк Тухтар Байрамуков отмечает 90-летний юбилей. Принято, что в день рождения дарят подарки имениннику, Но Тухтар Байрамуков в свой день рождения сам преподнес в школе аула Гирюльдюк подарок – 200 тысяч рублей. В свои 90 он еще полон силы и жизненных планов. В честь юбилея почетного Аксакала в аульской школе организовали настоящее торжество. Весь цвет у Чугутинского района собрался, чтобы поздравить Тухтара Хаджи. И прибыли представители общественных организаций, фондов и представители духовенства. Каждый в своем выступлении отмечал большой вклад Тухтара Хаджи Байрамукова в развитие родного аула, в поддержку национальных и духовных ценностей. Он в этом ауле помогал всем в строительстве мечети, принимал самое активное участие и показал, что в этом селе тоже людям делается много. И в школу помогает и сегодня, и тогда помогал молодым школьникам, которые воспитываются талантливым детям. И оказывает всегда и материальную, и моральную помощь. И, как видите, он и сегодня, когда ему 90 лет, и сегодня продолжает помогать нашему народу, детям, молодежи. В Карачаево-Черкесии присоединилась к всероссийской акции «Красная гвоздика». Мероприятие проводит фонд памяти поколений. Собранные средства пойдут на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны. В Карачаево-Черкесии пожертвования собирают участники федеральной программы по развитию серебряного добровольчества «Молодой душой». Их можно будет встретить на центральных улицах, городов, массовых мероприятиях и городских праздниках. Волонтеры одеты фирменную одежду символикой «Красной гвоздики» и волонтерской организации. В руках у них боксы для сбора пожертвований. Взнос можно сделать наличными или по QR-коду. Благодарность участники акции получают значок в виде «Красной гвоздики». Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести» на Ногайском языке. Я с вами прощаюсь, желаю всем везения. В заключении расскажу, какая будет погода. Переменная облачность. Ночью местами кратковременной дождь и гроза в первой половине ночи в отдельных районах сильны в сочетании с грозой, градом, шквалом 20-25 метров в секунду. Днём преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Днём порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8. В горах местами минус 2, плюс 3. Днём плюс 16, плюс 21. В горах местами плюс 7, плюс 12 градусов. Черкесской ночью кратковременный дождь, гроза. Днём без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7. Днём плюс 19, плюс 21 градусов.